Бау! Всем привет, топчики! С вами Димон Про. Сегодня вышел трейлер или тизер к предстоящей пятой части игры Грэнни и Грэнд Па. Это адаптер Грэнни, но похоже. Типа, это практически по сюжету то же самое, как и Грэнни, только иначе. Как-никак мне эта игра тоже понравилась. По этой игре 5 частей, ну и на данный момент 4, 5 еще не вышло. Четвертая часть вообще геймплей, а не продолжение. Ладно. Ну что же, мы сейчас посмотрим трейлер, я так понимаю. Это у нас заправка, значит. И видим трех челиков. Двое разоговаривают, а третий как раз в этом магазине. Так, толстенький у нас челик говорит. Слушай, я слышу, что рядом есть кладбище, где люди проводят особые обряды. Это такое-то таинственное кладбище. Значит у нас этот худенький челик говорит. Просто сказки для детей. Не надо на них обращать внимания. Я решил поехать туда и лично убедиться, правдивы ли эти истории. И что дальше? Ага, он от кого-то убегает походу. Походу я знаю от кого. И думаю, вы тоже поняли от кого. Конечно же от Грэнни и Грэнд Па. Но мне только тут... Только я не понимаю то, что в этом кладбище есть большой дом. И разные, короче, тут здания. Как-то это странно. Кладбище особо оно пустое. Просто с могилами толком-то и воротами. Это прям такое необычное кладбище. Это немного нелогично, если сравнить оригинальное. Ну, да ладно, это же тоже в принципе хорошее. Так что продолжаем. А это мы сейчас видим от третьего лица, как за этим толстеньким челиком бежит зомби-бабка. Они каким-то образом стали зомби. Хотя в третьей части они-то сбежали из тюрьмы вроде. Да, вроде и не, они сбежали. Но тут они зомби уже. То есть они уже умерли, кто-то там убил. И каким-то чудом они выжили. По скринам можно увидеть как раз, что там из-под могилы рука вылазит. Значит это либо Грэнни, либо Грэнтфанг их рука. Я думаю мы будем играть из-за одного из этих челиков, конечно, кто решил проверить вот это все дело. Ну, толстенькому челику удалось сбежать от них, конечно. Потому что он рассказывал, что как-то раз он уже там побывал, в этом кладбище. Чтобы доставили, сопроводили эти все истории, связанные с этим кладбищем. Ну, как можно заметить, он уже убежал. Не, только что он сбежал, а это событие. А это до этого, как он от них убегал, тут искал выход. Нам тут еще их лица не показывали. Ну, короче, предрегистрация. Ну, в принципе, будем ждать выхода этой игры. И странно, что сам автор не указал, что это трейлер был. Но фрагменты из этого трейлера будет и в игре, я уверен. Это по-любому. Ладно, пока что мы будем заканчивать. С вами был Димон Про. Всем пока-пока. С вами был Димон Про.